Очень красивый мужчина заглянул к нам на площадку. Более того, вообще мы с тобой, Олесечка, упакованы по полной. Вчера приходили мужчины, к которым был реальный шанс, что они нас разденут. Но это мы так, если будем себе льстить, про Лондон Бит Группу, в которую поступило, собственно, предложение. Сейчас пришел мужчина, одеться у которого. Вот мечта всякой современной женщины. Модный человек, дизайнер русской Игорь Гуляев. Здравствуйте, Игорь. Законодатель. Здравствуйте, Игорь. Приветствую, 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 Латвей. Привет, девчонки. Очень рад быть у вас в гостях. Игорь, вы приехали зачем? Вы будете петь, скажите, может быть, оценивать что-то? Да, вот вы знаете, расскажу историю. Вчера я ехал в поезде, и очень забавная история произошла. Подходит ко мне проводница и говорит, вы знаете, я обожаю ваше творчество. Я говорю, спасибо. Особенно мне нравится ваша последняя песня. А какая они уточнили? Я сделал. С кем именно, интересно, вас перепутали? Я не знаю, с кем она меня перепутала, но мне было очень приятно. Подумываю, запетли, не запетли мне. А некоторые дизайнеры, собственно, поют. Ваше творчество, да. Алла, что ты делаешь? Алла, вот эта знаменитая же песня. Не будем точнять. Ну, вы знаете, я дизайнер, я не стилист. Я делаю другое, поэтому я занимаюсь своим делом, которое считаю, что у меня получается лучше. Хотя я музыкант по образованию. Да? И, в принципе, я ничему не удивился бы, да? Игорь, а можно чуть-чуть поподробнее? Вот вы дизайнерите кого? Вот с кем вы сотрудничаете? Где мы можем купить ваши очень дорогие, наверняка, вещи? Где можете купить? Модный дом у меня находится в Петербурге. Я вообще питерский дизайнер, но на сегодняшний день мой бренд представлен в различных регионах. И не только в России. В Казахстане, Украине. На Украине у нас мы продаемся в нескольких городах. Мы продаемся в Италии. Мы продаемся в Монте-Карло. Мы продаемся во Франции. И, так, что еще забавно? В России это понятно. Одеваете кого? С кем сотрудничаете? Одеваю. У меня очень много известных и интересных людей. И за ту историю своей работы я горжусь тем, что моему бренду доверяют лучшие. Это не только российские знаменитости, это и мировые. И были такие, как первая, конечно же, самая известная личность, с которой все началось. Это была Уитни Хьюстон. Ох, царство небесное. Царство небесное. Что вы ей, скажите, пожалуйста, что вы ей шили? Я и делал мантов, в котором она появилась в Петербурге, в Ледом дворце, в рамках своего тура. И это, конечно же, самая памятная история. А также Парнелла Мути, одна из любимых моих итальянских актрис. Лара Фабиан, которую уважаю как музыканта и в то же время еще и просто хорошего человека. И, конечно же, очень много... Монсеррат Кабалье была у меня в моей истории. А что вы шили Монсеррат? Я ей делал манто, накидку, и очень трогательно вспоминаю всегда тот день, когда мы с ней уже лично познакомились, потому что она сама сделала эскиз и прислала мне тот эскиз, как бы она хотела это видеть. И все прекрасно понимают, что у нее очень большой размер. И я сказал, говорю, вы знаете, я сделаю так, как я дизайнер, и я хочу сделать то, какой я вас вижу. Если вам не понравится, то мы вам отошьем то, что вы сами захотели. И она дала согласие, я сделал ей. И помню прекрасно, когда она пошла к зеркалу, у нее потекли слезы, и она сказала, господи, какая же я хорошенькая, и я не смотрюсь совершенно вот той тучной большой женщиной. Потому что мы правильно изменили пропорции, подвинули плечи, но это уже именно профессиональная тонкость нашей работы. И сделали все возможное, чтобы она действительно выглядела аккуратнее и меньше. И из российских знаменитостей практически у всей первой десятки есть мои изделия. Подыскивал определение. Да, я горд, что у Аллы Борисовны есть изделия из моего бренда. У Филиппа Киркорова, у Коли Баскова, певицы Славы, у Леры Кудрявцевой. Я вот Лерку Кудрявцевой сейчас на свадьбу делал, свадебные платья, все три платья были... Красивые мы видели. Да, слушайте. ...были от меня, и... ну я не знаю, сейчас могу кого-то забыть, но у многих-многих исполнителей есть, умеете поминать, есть... Игорь, а что же вы такой мини-бутик на колесах не подвезли? Смотрите, наша погода как раз для Монтовы, вы бы распродали здесь всю свою коллекцию. Вы знаете, когда я сюда прилетел вчера, я ей сказал, нужно было, наверное, привезти что-нибудь и для себя в том числе, потому что очень холодно. И для нас. Очень холодно. Мы были бы счастливы прорекламировать ваши изделия, в следующий раз захватывайте с собой. Игорь, вот мы с вами тут уже на террасе. Случайно, чудом стало известно. Да, говорили уже о самой главной интриге, которая нас волнует, а вы обещали всем рассказать. Давайте напомним, значит. Давайте напомним, да. Состоялся спор. Худели на спор Пригожины, Давлетьяров, кто больше сбросит, тому тапки. А вот какие тапки, кто сбросил, вот как раз сегодня состоялась дискуссия. Я как раз буквально 10 минут с того самого... Обсуждения, взвешивания. Обсуждения, взвешивания, да. Безумно интересная история. Мы были два месяца назад на крестинах у Яны Рудковской. Кстати, у Яны Рудковской тоже есть изделие от меня. И были на крестинах у ее малыша. И, конечно же, там было много сладостей, был красивый торт. И мы сидели, обсуждали, что, в принципе, с нашей жизнью, с нашими перелетами, и вот этими постоянными тусовками, мероприятиями невозможно держать себя в форме. Звездой быть трудно, да. И вы знаете, Яна Рудковская очень резко и быстро похудела после рождения ребенка. Она, по-моему, скинула 12 килограмм. В отличной форме. В отличной форме, миниатюрная, красивая, аккуратненькая. И как раз-таки мы обсуждали, насколько хорошо она выглядит. И Яна говорит, так, ребята, Арману, одну секундочку. Да, да не отвлекайтесь. Секундочку, сейчас перезвоню. Да вы можете и поговорить. Они живые подробности. Я же не знал. Если это когда-то влиятельная знаменитость. Доброе. Не могу поговорить, я за границей. Всего доброго, извините, пожалуйста. Банки, банки, банки. Всем что-то нужно. Значит, простите. И Яна предложила. Давайте сделаем, давайте вы поспорите на спор, потому что хотя бы будет какой-то стимул. Они оба хотели как бы худеть, выражали желание. Эти бы не против. Конечно, каждый был не против. Но спор сподвиг обоих на такой серьезный труд. И за два месяца я реально обалдел. Потому что вчера, когда я увидел на вокзале Армана, подошел молодой парень. Утройный. Да, я понял, что он скинул гораздо больше, чем 10 килограмм. И сегодня я в этом убедился, потому что у него минус 14. Это такой сдвиг. Да, это браво, браво, браво. Браво. За какой сразу? За три месяца, да? Два месяца. Два месяца. Два месяца. Послезавтра будет ровно два месяца. Это было 26 мая. Красавец, слушайте. Иосиф похудел на 10 килограмм. Тоже очень, очень. Тоже достойно. Браво ребятам. Браво, браво. И, конечно же, спасибо Яне и Роме с Русского радио. Что они их простимулировали. Что было, простите, предметом спора. Очень важно выяснить, что разница в России. Предметом спора была такая история. Если вы не похудеете, то вы платите по 10 тысяч долларов. Ага, проигравшие, да? Да. А если похудеете, то Яна Рудковская и Роман проставляют полям и накрывают стол на гостей тех людей, которых захотят пригласить Роман и Иосифов. Но поскольку они оба скинули больше, чем 10, да? Или 10, то получается, они не должны. Янечка завтра выставляется. Да, завтра выставляется. Но сейчас вот сижу, читаю и комментарии от Яны и от Романа Емельянова в Твиттере. Рома написал, это первый раз, первый спор в моей жизни, когда я проиграл, и я рад. Это действительно вызывало такой вот кайф, потому что счастливые глаза людей. И видно, что серьезные люди, серьезные продюсеры, да, серьезные руководители, как Арман, те люди, которые, в принципе, никогда по жизни, мне кажется, не ведутся, да, на какие-то такие вот вещи. А тут вот они сами, как дети, задались целью и победили. А ведь сложнее всего завтра будет, конечно, Довлетьярову и Пригожину. Ну, потому что, представляешь, выкатывают им поляну, а им кушать не будем все равно. Мы готовы даже сами накрыть, потому что лешки нельзя. Чуть-чуть еще вот очень хочется послушать про лишение богатых, знаменитых. По какой системе, что вам известно, худели? Они просто ограничивали строго или какие-то диеты, может быть? Строгая диета, спорт. Я знаю, что и Арман, и Иосиф серьезно каждый день бегали на дорожках. Иосиф сказал, вообще 10 дней последних ничего не ел, одна вода и спорт. Это очень сложно, это очень тяжело, но прекрасно понимаете, что 2 месяца – это очень маленький срок. Да, 10 килограмм – это такой вес. Даже опасно, может быть? Ну, молодцы, ребята, молодцы, выглядят великолепно. Я искренне желаю, чтобы они держались и чтобы оставались в таком же вот драйве и в таком состоянии. Милый Игорь, и жаль, что вот мы незнакомы с вами очень сильно близко. Я бы с удовольствием забилась с Игорем на какое-нибудь манто. Это бы меня простимулировало, честно, на десяточку. Мне кажется, в нашем положении надо… Слушайте, а идут съемочки, да-да-да, звонят по всем телефонам миллиардов. Игорь, а у вас вдруг нету в кармане носового платка или хотя бы салфеточки? Может быть, вы могли бы нам с автографом оставить? А потом мы продадим, у нас будет дизайнерская вещь от Игоря Гуляева. Потому что любая салфеточка из кармана Гуляева превращается в брендовую вещь из его дома. Может быть, какая-нибудь наш флажок. Он применит сейчас дизайнерскую мысль и колдунство. Девчонки пишу. Девчонки. Можно не уточнять, смотря, кому мы продавать будем. А, продавать будете. И мальчишки, а также играть. Леди и джентльмены, автопайпорт. Нормально, нормально. Вы можете заплатить за эту совершенно не дешевую бумажку. Это не дешевая. Вы еще можете ее надорвать как-нибудь с края, и будет уже привнес дизайнерскую. Кутюр? Кутюр, да. Сейчас я вам сделаю самолетик. Вот, самолетик откусишь, слава богу. Будем обеспечены. Нет, корабль мы работаем с пирогами. Скажите, пожалуйста, как вообще, значит, видели ли вы вдруг, если вернуться к конкурсу, на котором вы гостите, кого-нибудь из конкурсантов? Желаете ли вы высказываться или какие-то давать советы? И как вы вообще, скажите, относитесь к молодым талантам, которые рвутся в шоу-бизнес? Ко всему свежему я всегда отношусь хорошо, все должно меняться, жизнь идет, и 21 век на дворе, и, мне кажется, и музыка должна быть 21 века, и прекрасно понимаю, что сколько бы, как бы я не был молод душой, все равно растет новое поколение, которое видит совершенно по-другому в сегодняшнее время. И мне всегда интересно послушать новые голоса, новые какие-то, я не знаю, обработки, новое движение, вот какое-то музыкальное. Я только за. Болеть буду за самых талантливых, за настоящих, которые, у которых это является криком души. Ну, пока еще никто не достучался до сердца вашего, да? Я еще не слышал. Я не слышал, честно, я слышал пару человек, но не слышал всех. Я всегда привык говорить свое мнение, когда уже... Да-да-да. Я знаю, за кого Игорь будет болеть. Он сам из Питера, группа фрукты из Питера, все осталось, пало. Я буду болеть за фрукты, буду болеть за уроженца Казахстана, потому что я родился в Казахстане, и для меня всегда очень трогательно. Я видел, что молодой человек родился из Казахстана. Буду болеть, потому что для меня трогательно все, что связано с моей родиной. Вообще буду болеть за самых-самых-самых креативных и современных. Друзья, у нас в гостях был Игорь Гуляев. А что вы говорите, у вас музыкальное образование, да? Я закончил музыкальное училище, музыкальное отделение у меня. Так вот, слушайте, все гости, до одного человека, кто сюда приходил, все пили. Игорь, дорогой, что угодно из вашего красивого рта. Юрмала. Прекрасно. Юрмала. Слушайте, ну прямо это, в принципе, вы прям хорошо. Да, музыка нас связала. Все, ребят, хорошего дня. Пусть у всех сегодня будет потрясающий вечер, пусть погода не подведет. Латвия, встречай звезд, встречай артистов, встречай людей. Всем отличного настроения, был рад. С вами был Игорь Гуляев, российский дизайнер. Ура! Дарю кораблик.